итак всем привет с вами я hello всем и сегодня мы продолжаем наше приключение вот 2 серия ну и за кадром я очистил вот это вот здание которое я хотел пойти вчерашней серии и а также добыл три железные гравия руды вот ну скажу вам здание большое я очень очень много раз умирал чтобы очистить этот данж ну и можно сказать что он мой не знаю буль я буду или я тут жить скорее всего да потому что нам надо как-то набрать ресурсов где-то жить вот поэтому пока вот здесь поживем и в принципе помещение большое здесь очень много можно обустроиться и так далее также я в руки стас прокачал прокопку до 5 уровня теперь я копаю быстрее на 12 процентов не знаю визуально ли это как-то отображается или может это по-другому и так сейчас мы сделаем тебе печку переплавим еду а чем переплавлять ну давайте досками так тут есть булыжник да чем плюс этого здания оно очень большое да и к тому же здесь очень много досок дуба древесины то есть можно не ходить за деревом куда-то далекие странствия вот поэтому ждем принципе пока все это у нас приплавится и так пока я жарил еду у меня кончилось древесины и поэтому я решил забрать отсюда весь забор и вот так в итоге получается вот такое большое пространство значит можно здесь разжиться пока что поставлю здесь кровать сразу же поспим вот итак чем мы сейчас займемся сейчас я думаю можно заняться изучением мира и добычи ресурсов потому что здесь очень много модов и понадобится очень много ресурсов вот у меня есть три железных слитка и сейчас я даже знаю куда их потрачу потрачу я их в кирку но незадача у меня нету дуба дерево слава тебе господи весь дом состоит из дерева да ладно так что мы короче сделаем очень интересную вещь для этого нам нужно очень много камням точнее булыжника так а нет еще два делаем обычно нет меня уже есть встак делаем обычный встак встак для разборки что же делать этот встак для разборки он берешь его он берет ваш опыт но делать так что разбирает все предметы которые вы потратили но это нужен уровень поэтому пока мы им не будем пользоваться так как тут стоит тинкер констракта мы найдем стыл опыта и будем парнить опыт что еще собственно делать так в рюкзаке у меня довольно много предметов так не спичка все ладно сейчас посмотрим почему можно сделать дать все какой-то спуск вот единственное что я в гуке стас не буду прокачивать это наверное лопатой будет быстрее копать потому что я совершенно не смогу нормально так копать лопатой то есть я буду очень быстро что аж даже не смогу уследить за тем как он копает вот ну и не буду качать рубку дерева наверно хотя нет буду качать не знаю не знаю не буду качать вот вот это вот рипер не знаю потому что я косы не делаю и вообще не использую косы но да ладно и так я зашел на батл тавер это один из модов где по миру ставится батл тауэр и очистил вам полностью то есть там обувь не то есть исполняет ломана и получил целых 26 уровней ну в сундуке валялось 2 алмаза 6 лид стоуна 3 жемчуг эндера и 15 золотых слитков давайте возьмемся это только надо за место чего-то взять так чтобы было все и сразу сразу не может быть так золото и красная пыль все можно идти домой давайте все это берем итак сейчас я переплавлю все что есть вы тоже это слышали кто это где мой лук у меня нету стрел надо его убить тут а а также забыл вам сказать что в этом моде присутствует на вас это такой мод который добавляет к оружием лавала типа вы их улучшаете и ну как то как то так у вас лучше становится урон и дэмэдж вот сейчас я обустрою дома покажу что получилось и так я обустроил свой дом вот примерно как то так построил также печку и стингер констракта но в чем проблема обожженный резервуар не содержит ведро лавы точнее он не содержит вообще ни одной лавы поэтому надо найти где-то железо сделать ведро потом найти где-то еще лаву наполнить ведром лавы и наполнить этот резервуар но также построил несколько ламп который я нашел в башне и поставил так примерно чего думаю я думаю нам надо заняться кое каким модом да это наверно будет мод ботани первый мод кстати есть у меня видос обзор на этот мод ссылка будет в описании и так чем прикол этого мода здесь можно с помощью цветков получать ману и после получения маны превращать некоторые предметы в мега предметы из этих мега предметов делать разные кольца и предметы которые круче ванильных предметов в майнкрафте ну примерно как то так значит первым что нам нужно сделать это найти хоть какие-то цветки из ботани но у меня здесь нету ни одного цветка кстати у меня диспетчки валялись и ладно уровня у меня нету но всегда я что-то заговариваю и заговариваюсь и совсем забываю про то что нам нужно все-таки сходить уже в шахту а также пока я буду ходить шахту мне нужно найти дерево из industrial craft 2 оно будет примерно как ель но пока что я ее рядом не видел поэтому для меня это будет очень долгое мучение для вас маленькая пауза и так у меня есть пару хороших новостей первая новость это мы нашли это дерево гиве называется вот так же добыли немного резины которая там было три штуки следующая хорошая новость мы нашли шахту копая шахту мы нашли шахту только это не обычная шахта а заблудшая шахта то есть шахта шахтеров так сказать масло масляно но по-другому никак не скажешь ну и наверное вы заметили что у меня жезл и таумометр и спросите вы меня ты же хотел ботанию изучать почему вдруг стал изучать там там граф на самом деле скажу по-другому я не начал изучать таум крафта просто сделал заранее вот такие вот вещи они вот эти вот вещи это два важных предмета в таум крафте для того чтобы начать изучать таум крафт вот но на книжную полку мне пока не хватает поэтому пусть пока здесь полежит вообще зачем я сюда вот пришел я хотел взять кое-какие ресурсы чтобы кое-что открыть в таумометре но у меня нету таумометра а вот это вот уже проблема поэтому я видел дальше я сейчас найду книжки сделаю книжную полку и после мы вернемся и так к сожалению я не нашел там книжки но зато я нашел довольно много лута и внимание я нашел 14 и видим шарбы очень нужный предмет который пока что можно найти только в подземельях не знаю можно ли его скрафтить или нет возможно даже и нельзя но так же нашел эндропилдаст это для порталга нам хотя смотрите что у меня есть у меня уже лежал в инвентаре порталга вот такие он портал может создавать и можно через них проходить то есть можно вот так сделать сейчас подождите покажу вам можно как бы повеселиться вот видите если вам делать нечего но в итоге я умер ну ладно во первых для чего мне нужна вот эта вот фигня мне нужно выбраться вверх и разрушить там все оставшиеся заборы потому что выглядит некрасиво я это заметил несколько минут назад и решил срубить плюс это дополнительное топливо в мой багаж вот поэтому он не будет лишним итак я сделал зону для бамбука поэтому скоро он должен вырасти ну и следующее что мы сделаем это конечно же немного освещения да в каждый дом нужно освещение без этого никак так возьмем где нибудь углям так стоп ну и поставим свечки прямо в самые нужные места где где у меня нету прям освещения такого хорошего у бамбука тоже нужно хорошее освещение я не помню вроде бы он позволяет быстрее расти ну и здесь освещение все вот теперь так хоть как-то похоже на дом вот ну и давайте посмотрим ботания неужели нам придется заниматься этим это же очень долго и очень муторно но это если бы это было не сложно то это был бы не мод как говорится поэтому сейчас мы собираем листочки точнее цветки вот все хорошо превратим их в лепестки только вот проблемы у меня дерева нету ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй где же взять дерево ладно давайте уже затранжирим до конца дом точнее дверь в доме хороший кстати дом сколько бы я не говорил хороший да хороший так сделаем дерево миску я не помню как она делается а вот так и ступку так ступка делается вот так да все отлично теперь сделаем теперь сделаем немного лепестков точнее пыльцы ну и возьмем кость только не говорится что я а вот 31 кость ого возможно я добывал еще немного да вот еще одни цветки смотрим еще цветки нету к сожалению нет ладно тогда мы сейчас забудем еще несколько цветков и вернем и я применил минеральное удобрение точнее не минеральное удобрение а удобрение из этих цветков и смотрите сколько цветков но самый важный мне не выпал а какой именно это белый почему именно белый потому что нам нужна маргаритка вот этот цветок будет очищать стоящий рядом блоки дерева или камня как видно на следующей странице в их аналоге для жизни дерева и жизни камня которые будут использованы для крафта если вы смотрели мой гайд по ботане то вы знаете для чего все это нужно и так почему то я не взял мешок для цветков я какой то странный ладно давайте возьмем мешочек правда не знаю куда куда нибудь куда нибудь куда нибудь вот сюда и сложим все цветки в рюкзак у меня к сожалению только один мистический белый цветок сейчас возьмем самое большое количество цветков сделаем из него лепесток и попробуем сделать лепестковой аптекой он тоже нужен так все лепестковый аптекарь есть можно приступать к крафтам хотя какие крафты если нам не хватает еще одного белого цветка ну и сейчас я этим займусь я сделаю пилой цветок сделаю чистую маргаритку и вернусь итак я сделал чистую маргаритку подготовил 4 камня и 4 дуба и тестируем главное чтобы нам никто не помешал потому что это очень сложный процесс делать что то когда тебе мешает ну и осталось только ждать давайте поспим чтобы пропустить эту ночь очень сложная ночь итак ночь пропущена можно еще немного повеселиться потому что процесс этот долгий ну и ждем 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 и о боже смотрите камень превратится в жизни камень и сейчас дуб превратится в жизни дерево смотрите круто можно собрать его в принципе и и посмотреть для чего он нужен итак мы собрали первое что нам нужно сделать это конечно же конечно же что конечно же бассейн маны тут еще нужно побольше жизни камня а также распространитель маны здесь тоже нужно побольше жизни дерева а также лепесток и золотой скитер все это у меня есть поэтому быстренько делаем и смотрим итак вот он бассейн маны и распространитель маны итак поставим куда-нибудь сюда куда-нибудь куда-нибудь недалеко от этого цветка допустим сюда и сюда но мы забыли одну вещь это ветка жизни дерева которая после этого должна сделаться в посох жизни дерева ну этим мы займемся уже на следующей серии а с вами был hello7 и крутая portal gun пушка всем бай-бай